Анна Тишинская, 27 лет. Родилась в Казани, закончила филологический факультет в Санкт-Петербурге. Основала собственное креативное агентство, много работала и впервые за долгое время выбралась на отдых в Египет. Аня погибла в катастрофе над Синайским полуостровом. Людовик Боумбас, 40 лет. Уроженец республики Конго, жил во французском Лилле. Болел за футбольный клуб Ювентус, играл в онлайн-квесты и слушал рэп. В парижский бар «Ля Белли Кип» пришел на празднование дня рождения друга. Погиб, прикрыв своим телом подругу от поля террориста. Ей удалось спастись. Ханади Йомаа, возраст неизвестен, домохозяйка. Вместе с мужем воспитывала двоих детей. Младшей дочери недавно исполнилось три недели. Стала одной из 43 жертв террориста-смертника, который подорвал себя на оживленной улице Бейрута. Ирина Усатова, 43 года. Уроженка Украины. В Санкт-Петербург приехала два года назад из севера Донецка. В Египет отправилась вместе с сыном Кириллом, чтобы отметить его 16-летие. Мари Лауш, 23 года. Последние четыре года жила в Париже. Работала в косметической компании. Занималась танцами. Ее жених, 22-летний Матиас Демарский, мечтал стать каскадером. Учился исполнять трюки на велосипеде. Мари и Матиас пошли на концерт американской рок-группы вместе. Их тела удалось опознать только на следующий день после теракта. Адель Термоз, 32 года. Работал автомехаником в приграде Бейрута. 12 ноября зашел в мечеть. После того, как услышал взрыв, выбежал на улицу. Увидел второго террориста-смертника, бросился ему навстречу, повалил на землю и взорвался вместе с ним. Тем самым спас несколько десятков жизней. Женат. Воспитывал двоих детей. Валентина Марцевич, 38 лет. Родилась в Анапе. Бортпроводник с 12-летним стажем. Была старшей стюардессой в Кагалымавиа. Собиралась в ближайшем будущем оставить работу в авиации. Мечтала о детях. Рейс из Шарм-эль-Шейха стал для нее последним. Дарина Громова, 10 месяцев. Родилась в Санкт-Петербурге в семье Татьяны и Алексея Громовых. Любила маму и папу. Была начинающей путешественницей. Успела увидеть Тольятти. На отдыхе в Египте была впервые. Это последняя фотография девочки, сделанная в аэропорту Пулково. Дарина погибла в авиакатастрофе над Синайским полуостровом вместе с родителями. Ион Чеприан Колчиу, 32 года. Мариана Лакрамеоара Попп, 29 лет. Ион перебрался в Париж из румынского города Тулча. Здесь познакомился со своей будущей женой, Марианной. В пятницу 13-го они ужинали на террасе кафе «Ля Белекип», когда их в упор расстрелял террорист. У них остались двухлетний сын и 11-летняя дочь. Екатерина Мурашова, 32 года. Уроженка Пскова. Работала в городском управлении социальной защиты населения. В прошлом году участвовала в конкурсе красоты среди замужних женщин. Миссис Псков, 2014. Отправилась на отдых в Египет с матерью. Обе погибли в результате взрыва на борту А-321. Одна из последних записей, оставленных Екатериной в социальной сети, песня под названием «Я знаю, что уже не вернусь». У нее осталась восьмилетняя дочь. Квинтин Марье, 29 лет. Работал в Париже архитектором. Обожал садоводство, любил биологию. В своих проектах пытался воссоздать сложные строения из мира насекомых. На концерт в Батаклан пришел вместе с другом. Оба убиты террористами. Пьер Инносенти, 40 лет. Владелец известного итальянского ресторана в пригороде Парижа. Любил экстремальный спорт, прыгал с парашютом, увлекался серфингом и альпинизмом. Собирался отправиться в кругосветное путешествие. Был женат, воспитывал сына. Стал одним из первых, кого убили террористы в концертном зале «Батаклан». Его двоюродный брат Стефан Альбертини скончался от полученных ранений в больнице. Юлия Булеева, 25 лет. Родилась в Смоленске, позже переехала в Санкт-Петербург. Работала косметологом в салоне красоты, замужем. На отдых в Египет полетела со своими подругами, 28-летней Натальей Даниловой и 29-летней Ириной Соколовой. Подруги выложили в социальные сети множество курортных фотографий. Последний раз девушки были онлайн примерно в одно и то же время, 31 октября, за несколько часов до вылета домой. Мишель Джиль Жаймес, 27 лет. Уроженка мексиканского города Веракрус. В Париже училась на управляющего бизнес-проектами. 26 октября она и ее молодой человек объявили о помолвке. Мишель погибла во время расстрела зрителей в Батаклане. Ее жених выжил. Игорь Серединский, 28 лет. Уроженец Беларуси. Окончил Могилевский сельскохозяйственный институт. В 2005-м переехал в Санкт-Петербург. Женат. Работал кладовщиком. Путевкой на курорт в Шарм-эль-Шех его и напарника за хорошую работу наградил начальник. Для Романа это был первый отдых за границей. Дмитрий Гирин, 32 года. Анна Волженкова, 28 лет. Оба родились и жили в Санкт-Петербурге. Встречались много лет. Занимались сноубордингом, ходили в турпоходы по северу России. Неожиданно решили съездить в обычный отпуск в Египет. Были пассажирами лайнера А-321, разбившегося в результате террористической атаки. Халима Саади, 34 года. Худа Саади, 33 года. Вместе сестры переехали во Францию из Северной Африки. Когда началась стрельба, молодые женщины праздновали в ресторане День рождения друга. Халима скончалась на месте. Худа умерла в больнице. Их родители в Тунисе узнали о гибели дочерей спустя двое суток после трагедии. Павел Баглаев, 54 года, уроженец Санкт-Петербурга. Работал начальником гаражно-строительного кооператива. После смерти жены самостоятельно воспитывал сына. Тяжело переживал смерть брата, который несколько месяцев назад скончался от рака. Поехать в Шарм-эль-Шейх уговорили друзья. Алексей Филимонов, 25 лет. Родился в поселке Жуковское. Учился на массажиста, но стал стюардом, осуществив детскую мечту. Любил свою девушку, был хорошим игроком в бильярд. Оказался в команде бортпроводников рейса 9268 случайно. Заменил коллегу, который внезапно уволился. Вероник Жифруа де Бургес, 54 года. В прошлом вела колонку во французских журналах «Вог» и «Мадам Фигаро». Вместе с мужем основала гуманитарную организацию в помощь африканским детям. Была расстреляна террористом во время ужина с друзьями в парижском баре. У Вероник остались муж и двое детей. Обоих пара усыновила на Мадагаскаре. Ольга Шейна, 30 лет, родилась в Санкт-Петербурге. Вместе с мужем, 38-летним Юрием, воспитывала троих детей. В Египет семья отправилась отмечать десятилетие совместной жизни. Все пятеро находились в самолете Кагалымавия, который разбился на Синайском полуострове. Последнее фото сделано на трапе того самого самолета. Под снимком запись «Мы летим домой». Матьё Жару, 38 лет. Преподавал географию в университете Марн-ля-Вале. Увлекался игрой на бас-гитаре. На концерт американской рок-группы Матьё позвал приятель, который выступал на разогреве. Террористы выпустили в него пять пуль. Родственникам сначала сказали, что он жив, но позже оказалось, что спасся однофамилец Матьё. У него остались беременная жена и трехлетний сын. Эллади Брейл, 23 года. Родилась во Франции. Училась в Париже на факультете дизайна. Занимала активную гражданскую позицию. В частности, участвовала в акциях в поддержку журнала «Шарли Эбдо». Любила группы «Мьюз» и «Радио Хэт». Погибла в концертном зале «Батаклан», куда пришла по просьбе друзей. Ходор Аляйдин, 29 лет. Шауки Друби, 41 год. Ходор закончил медицинский университет Бейрута, работал ассистентом врача. 12 ноября вместе со своим коллегой из Шауки возвращался домой. Случайно оказался на улице, где произошел теракт. Оба медика погибли на месте. У Шауки остались четверо детей. Алина Гайдамак, 27 лет, родилась в Санкт-Петербурге. Любила путешествовать. Побывала в Финляндии, Эстонии и Таиланде. Вместе с родственниками отправилась в Израиль. На обратном пути уговорила всех заехать в Египет. Последняя фотография, которую она сделала, вечер в Шарм-эль-Шейхе за несколько дней до возвращения домой. Погибла вместе с матерью и дядей. В результате взрыва на борту аэробуса А-321. Элен Муяль, 35 лет, работала в Париже визажистом. С будущим мужем Лейрисом познакомилась 12 лет назад. Полтора года назад у пары родился сын. После смерти Элен на рок-концерте ее муж опубликовал на своей странице в Фейсбук обращение к террористам. В нем он сказал, цитата, «Я не знаю и не хочу знать, кто вы такие. Мы с женой найдем друг друга на небесах, а вас там никогда не будет, вы мертвы. Мы вместе с нашим сыном станем сильнее любой армии на свете». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова